Приветствую, давненько не виделись. Много чего успело произойти с игрой за последнее время, о чём я хотел бы вам рассказать, но для начала расскажу, что вообще подтолкнуло к таким изменениям. Поездка на Unicons, которая прошла уже довольно много времени, раскрыла мне глаза на некоторые проблемы, которые есть у игры. Самое забавное, что никого не смущала довольно простая боёвка игры, не очень большой пул врагов и небольшое пространство для прокачки. Людям хотелось иметь возможность редактировать код из меню паузы, вводить команды без скобок в стиле баш и прочие мелочи, которые мне до этого момента казались второстепенными. Но вот я слушал отзывы и записывал заметки абсолютно каждое предложение. Некоторые из них я впоследствии отфильтровал, но полезных оказалось вполне ощутимое количество. Для начала я добавил в игру меню репозиторий, которое позволяет писать и тестировать код вне игры, а после легко использовать его в рамках своих забегов. Важным составляющим этого изменения была новая структура хранения прогресса игрока на диске. Теперь за прогресс отвечает один файл, репозиторий хранится в другом, и ещё один файл используется для конфигурации. Таким образом, код в репозитории и настройки при желании можно редактировать даже вне игры, а также ими легко можно поделиться с другими игроками. Кстати, про конфигурацию. В игре добавился новый экран для пользовательских настроек. Сейчас в нём доступна только одна опция, но начало положено. Информация отсюда точно так же доступна напрямую с файла, так что можно легко отредактировать файл конфигурации, как обычный текст, или же сделать бэкап. Теперь к настройке, которая доступна из вышеописанного меню. Возможность отключить скобки оказалась довольно крутой опцией, которая сильно увеличивает темп игры. Честно говоря, не думаю, что после введения этой фичи кто-то продолжит пользоваться обычным режимом. Разве что для того, чтобы пользоваться обучением, которое немного сломалось после этого нововведения. Ещё несколько изменений, на которых я не хочу особо задерживаться, ведь они говорят сами за себя. IDE из меню паузы. Поддержка дополнительных клавиш, таких как Delete для удаления символа под кареткой, Alt или Option для мака и стрелки для прыжков через слова. И, конечно, Tab и Shift-Tab, которые позволяют добавлять и убирать отступы в текущей строке в IDE. Отступы, наконец, можно сделать красивыми, да. Для сохранения кода, кстати, теперь необязательно иметь нужное количество SSD. Однако такой код нельзя использовать в игре, так что всё логично. Разумеется, куда же без небольших изменений баланса и исправления ошибок. А вишенкой на торте 1000 монет на стартовом балансе из-за очередного вайпа. Теперь снова к обновлениям, в которых есть о чём рассказать, кроме самого их описания. В игре появилась новая встроенная переменная Pink Level. Она не занимает никаких ресурсов и позволяет контролировать потенциальные цели для команды Pink. Поддерживает она три значения 0, 1 и 2. Или же, соответственно, константы, error, debug и info. По аналогии с уровнями логов в консоли. Изначально эта переменная имеет значение 0. Так, логика команды ничем не отличается от той, что была в прошлых версиях игры. При установке уровня debug команда Pink будет срабатывать так же и на любые снаряды и всё, что потенциально может представлять опасность. А уровень info делает целями ещё и сундуки и монетки. Очень крутой шаг на пути к возможности полной автоматизации игроком. Вот бы ещё можно было каким-то образом узнавать тип сущности по её ID. Именно поэтому с обновлением я добавил ещё и команду Type Off, которая возвращает число, уникальное для каждого типа сущности. Полный список таких чисел доступен в документации. Для удобства можно использовать константы. Хотя, пока я не реализовал дополнение VDE, процесс обещает быть не самым удобным. Но касательно планов я расскажу позже. Ещё одна приятная мелочь — встроенная переменная GoToStopDelta. Она позволяет указать расстояние, после которого команда GoTo считается завершённой. Без такой опции молоты и копья иногда казались не очень удобными при использовании вместе с командой GoTo. Тех же взрывных уточек невозможно было победить, не получив урон. Теперь это возможно. Фух, с обновлением мы разобрались. Теперь буквально пару слов о том, что ждёт игру дальше. Сейчас я всеми силами взялся за разработку PvP-режима. Он обещает быть довольно простым в своей изначальной форме. Столкновение лицом к лицу с другим игроком, которое покажет, чья автоматизация или навыки быстрой печати круче. Но вместе с этим я работаю над фундаментальными изменениями в устройстве игры. Конкретно сейчас я переделываю интерпретатор, который лежит в основе обработки всего кода в игре, на более адекватную реализацию, которая будет поддерживать куда больше приятных фич. Именно это станет основой того, какой я хочу видеть игру. Завершением этой задачи я начну понемногу завязывать логику всей игры на код, написанный на языке, который используется в этой же игре. Хм, хорошо бы дать ему какое-то название. Пусть рабочим названием будет HackerScript. Для чего это нужно? Модинг. Такой подход позволит писать и тестировать моды прямо в игре. Да и реализация этой задачи кажется мне очень интересной, поэтому почему нет? Разумеется, к выходу ПВП-режима я не успею закончить вышеописное, но диапазон возможностей языка уж точно станет шире. Дедлайн на реализацию ПВП-мода я себе поставил до конца зимы, но искренне надеюсь, что времени потребуется меньше. Хотя, все мы знаем, как это обычно бывает. В любом случае, спасибо за внимание и интерес к проекту. До скорой встречи.